Это программа «Игра в классики». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классик. Меня зовут Платон Беседин, добрый вечер. 14 октября, ровно 85 лет с дня рождения писателя Владислава Петровича Крапивина. Он ушел на 82 году жизни в Екатеринбурге. Да, в 2020 году ушел писатель, чья личность видится мне знаковой и для Севастополя, и для Крыма, и для России, ну и, скажем так, для объявленного года учителем. Ведь Владислав Петрович был тем человеком, по книгам которого дети учились самым важным и правильным вещам на планете. Отваге, чести, достоинству, мужеству, состраданию. Вещам, которые на самом деле, если так разобраться, если всерьез, жизнь эту усложняют. Однако, благодаря этим вещам, благодаря людям, не забывающим о них, собственно, эта жизнь и продолжается. Да, Крапивин стал своего рода духовным наставником для десятков тысяч людей детей. Его называют детским писателем, да, но в своих книгах он говорил с детьми по-взрослому и как со взрослыми. Вот знаете, сейчас сонмы психологов, дипломированных и так, учат, значит, общаться родителей и детей как на равных, да. Однако, очень часто вот это общение, будто сверстники, оно ведет довольно-таки потребительским, а по часу к дурным вещам. А вот диалог Крапивина с детьми, он был совсем другой. Да, он выстроил совсем иное общение. Это был удивительный по своей уникальности, по своей глубине, по своей душевности формат. И дети понимали и принимали через этот диалог с писателем действительно большие, красивые ценности. Они понимали и принимали их через приключения, через путешествия, через яркие героические поступки. И вот даже сейчас, когда мальчики и девочки воспитываются не книгами и не родителями, а гаджетами и социальными сетями, эти ценности на самом деле первостепенны. А впрочем, почему даже? Да нет. А сейчас нужно говорить в первую очередь. Ведь сейчас, да, много детской литературы, очень много. Но нет писателей литературы равных Крапивину. Это не идеализация, нет. Просто очень часто под видом детской литературы нам предлагают коммерцию, то есть продукт на потребу, созданный не для воспитания, а для продажи. А вот Крапивин, Крапивин умел стать для ребенка своим. И тысячи писем летели к автору с просьбой познакомить его с героем книг Сергеем Каховским. Представляете, настолько убедительным, настолько реалистичным казался читателям, юным читателям этот выдуманный мальчик со шпагой. И да, наверное, невозможно представить сейчас, как современные дети караулят крапивинский текст у почтового ящика после, добравшись наконец до этих романтических букв, отгораживаются ото всех и погружаются в совсем иной мир. Но так было. Да, времена ныне другие. Давайте будем откровенны. Если жить по крапивинским идеалам, по крапивинским заветам, ведь, знаете, могут и подумать, что ты сумасшедший. Однако, опять же, если разобраться, ведь только так и может жить истинно русский человек. Только так преображая вот эту тоскливую потребительскую жизнь вокруг высшими идеалами, настоящими ценностями. Потому да, конечно же, нелегко пришлось тем, кто впитав крапивинские ценности, кто рос на его книгах, нелегко им пришлось в тех же 90-х. Но они выдержали это испытание и остались людьми. Вот что еще важно сказать. Крапивин, он воспитывал. В хорошем смысле, в правильном. Он как бы дополнял школу. И сейчас это особенно важно. Ведь смотрите, когда мы решили, что школа не должна воспитывать. В 90-х, наверное, да, когда сделали образование услугой. Потом, в принципе, решили, что вообще воспитывать нельзя. Что никто, никому ничего не должен. Ну, результат. Результат, что функция воспитания исчезла из литературы, из кино, из медиа, из жизни. И остались только развлечения и ничего больше. И пусть так, да, но разве сейчас мы не видим, что мы ошиблись. Когда наши дети уже, в общем-то, и не наши. Вот Владислав Петрович своими книгами отправлял детей в прекрасное, яркое путешествие. Он делал их взрослыми, правильными взрослыми. И он делал то, что делали лучшие педагоги нашей страны. Именно что воспитывал в правильном, подчеркну еще раз, в правильном смысле, тысячи девчонок и мальчишек. Это не в бюрократическом смысле воспитал, а, понимаете, дети начинали видеть мир, людей в нем, во всем их многообразии. Вот только за это можно и нужно ставить памятники Крапивину. За, если угодно, даже этот мистический, что ли, опыт, облеченный во вполне осязаемую форму. И не только, не только в литературе он умел это сделать. Ведь смотрите, именно Крапивин создал в СССР отдельный, особенный отряд Каравелла. Его пытались потом закрыть, потому что это вызывало немало нареканий. Ну как же так? Дети маршируют отдельно от комсомола, однако он смог сохранить этот отряд. И через него, как и через свои книги, передать совершенно яркие, уникальные ценности. Я встречал людей, которые прошли через этот отряд. В нем они стали романтиками, стали людьми, сострадающими, сопереживающими. И во многом именно мечта, рожденная в Каравелле, помогала им двигаться по жизни вперед, как бы воспаряя, что ли, над этой действительностью. И да, есть на планете люди, которые относятся к наследию Крапивина совершенно по-особенному. Это севастопольцы. Ведь произведения Крапивина, многие произведения разворачиваются, действия их именно в Севастополе. Да, в своих текстах он описывает севастопольские улочки, лестницы, которые по-морскому называются трапами, скамейки, дома. Вот понимаете, как бывает чудо, когда писатель, родившийся в Тюмени, живший в Свердловске, воспел далекий белокаменный город у Черного моря. Сделал это одновременно и фантастично, и реалистично. Ведь с одной стороны, в текстах Крапивина, Севастополь, это могучий форпост, бастион, город-герой. А с другой, некое мистическое пространство. Ну, вроде города Маконда из великого романа Маркеса «Сто лет одиночества». Именно в этот чудесный мир и стремились попасть сотни и тысячи мальчишек и девчонок со всей России, со всего русского пространства, если угодно. Именно через книги Владислава Крапивина они влюбляли Севастополь в Крым, очаровались им. Я встречал, повторю, десятки таких людей, известных и не очень, музыкантов, инженеров, писателей, строителей, актеров. Их детская мечта исполнялась, когда они приезжали в город-герой Севастополя. Да, в веке 19-м его как бы воспел Толстой, а в веке 20-м это сделал Крапивин. И вот что важно еще сказать. В 2014 году Владислав Петрович Крапивин, человек совершенно до этого аполитичный, открыто поддержал возвращение города-героя Севастополя в Россию. Когда-то он написал вот такие строки, прекрасные. «В погребах спрессован старый порох, пусть он никогда не пригодится. Мальчики, храните белый город, помните, что вы его частицы». И вот он сказал о крымской весне, русской весне. «История показывает», – сказал Крапивин, «что севастопольские мальчишки разных поколений не разучились хранить свой город». Какие замечательные слова. Слова, которые значат и содержат в себе гораздо больше, чем любые вот эти все длинные, патетичные, пафосные речи политиков. В Севастополе Крапивин они действительно навечно связаны друг с другом. И крайне важно зафиксировать это не только в сознании, но и фактически, если угодно. Несколько лет назад я предлагал дать звание почетного города, жителя города Севастополя Крапивина, или хотя бы там доску памяти установить, улицу назвать. Ну, к сожалению, инициатива не нашла поддержки ни у политиков, ни у моих коллег-писателей. Ну, что делать? Может быть, еще не пришло время. Однако я уверен, что фактическая память о Крапивине в Севастополе, в Крыму, нужна не Владиславу Петровичу. Нет. Она нужна в первую очередь, прежде всего, нам самим. Ведь что есть русская литература в первую очередь? Много можно говорить. Однако есть важная формула. Русская литература – это в первую очередь система координат. В том числе необходимая для того, чтобы слышать и понимать друг друга. А вот Владислав Петрович Крапивин задавал эту систему координат самым важным людям на планете – детям. Чтобы потом, уже взрослыми, они воплотили мечту в реальность. Русскую мечту. Крапивин – это тот самый человек, кто создавал образ будущего. Тот самый образ, который столь усердно ищут сегодня. Ну, оглянитесь, оглянитесь, откройте книги Крапивина, Толстого, Достоевского, Лескова, Гончарова. Ведь, друзья, у нас уже есть ответ. Твоя программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. Мы вновь в этом убедились. Удачи вам, мира, любви и терпения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова